Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы предлагаем совершить вам удивительные путешествия в театральный мир, так как именно с ним связаны самые яркие события уходящей недели. 27 марта в нашем городе, впрочем, как и во всем мире, отметили Международный день театра. Основное празднование проходило на сцене Рязанского областного театра «Кукол». Как это было, расскажем в следующем сюжете. Международный день театра относится к группе профессиональных праздников, виновники которых не столько принимают поздравления, сколько сами делают подарки окружающим. Действительно, несмотря на то, что организаторами праздника, посвященного Дню театра в Рязани, стал Союз театральных деятелей Министерства культуры, на сцене мы вновь увидели наших любимых актеров в полной боевой готовности, причем в прямом смысле этого слова. Глядя на них, известный мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» приобрел несколько иной смысл, объединив не отдельных людей, а целые творческие коллективы четырех областных театров – кукольного, драматического, музыкального и театра юного зрителя. Режиссеры, художественные руководители, работники сцены и, конечно же, актеры – все они в этот день собрались в стенах Рязанского областного театра «Кукол», чтобы поздравить друг друга, принять поздравления и, как обычно, подарить праздник своему зрителю. Ведь спектакль, как всегда говорю я и говорили наши классики, создается две стороны. Одна сторона – это сцена, а другая – зрительный зал. И тогда рождается искусство театральное, спектакль. Поэтому это праздник и зрителей, и театра. Профессия актера безумно сложная, но невероятно интересная. Кто-то мечтал о ней с детства, а кого-то в профессию привел случай. Я в свое время выбрал другую профессию. Да, но так получилось, что в наш студенческий университетский театр пришел Юрий Васильевич Яковлев, посмотрел спектакль и сказал, что вам, молодой человек, надо быть. Я ему поверил и не пожалел об этом. И вот уже 40 лет как не жалею. Александр Маврин тоже профессию актера, тем более актера театра «Кукол» не выбирал. Скорее, профессия сама его выбрала. Молодой актер отмечает свой профессиональный праздник всего лишь в шестой раз. А вот его друг и партнер, с которым он веселил зрителей перед началом представления, всего лишь в третий. Это мой друг, я его сам сделал. Он живет уже три года у меня. Есть, не просит. Только иногда просит, чтобы его гладили. Вот сейчас, например, по глади. По глади. Все артисты, как один, отметили, что праздники – это в любом случае часть их работы. Однако день театра все-таки кое-чем отличается. В этот день на сцену они выходят не только для того, чтобы сыграть роль, но и для того, чтобы принять поздравления от гостей, среди которых в этом году оказался и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В своей речи глава региона отметил высокий профессиональный уровень наших актеров. Благодаря им, Рязань по праву считается одним из культурных центров страны, а наши театры и драматические, и кукольные театры, и соборные, и набирают силу музыкальный театр. Они заслужили признание зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами. Также Олег Ковалев пообещал продолжать поддерживать самодеятельные коллективы и развивать материально-техническую базу театров. У нас впереди предстоит серьезная большая работа по театру на Соборной. Наконец-то удалось пробить брешь в обороне Большого Министерства культуры. И на 2017 год уже запроектированы деньги для того, чтобы привести это историческое здание в надлежащий вид. Губернатор вручил театральным деятелям заслуженные награды, после чего служители Мельпомены поздравили другие высокие гости. Мне хочется пожелать вдохновения, мне хочется пожелать замечательных ролей актерам, мне хочется пожелать новых идей нашим удивительным режиссерам. Ну вообще всего самого яркого, замечательного, потому что это очень трудно. Каждый день выходить на сцену или выходить в помещение рядом со сценой, или высоко над сценой и отдавать каждый раз частичку себя. Мне хочется, чтобы у наших замечательных театралов все было хорошо в их жизни, в их творчестве. Благодаря таланту рязанских артистов официальная часть из череды речей и поздравлений превратилась в самостоятельное театральное представление с интригой и даже участием сил зла, которые пытались убить в героях актерский талант. Однако это оказалось им не под силу, и зрители все-таки смогли насладиться игрой актеров. Правда, не в спектакле, а в самом настоящем театральном капустнике. И это стало лучшим подарком для зрителей. Спектакль – это большие полотна, произведения. А капуста, она родилась внутри театра. Это то, что не показывает вообще широкому зрителю. Это юмор, шутки, какие-то импровизации. Каждый из театров представил свои небольшие номера. Некоторые из них показывали техническую оснащенность. Другие – все грани актерского мастерства. Ну а третьи просто вызывали приступы безудержного смеха. Ну, например, микротеатр, который представили рязанские купольники. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, 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 ля-ля, я иду в гости к своей бабушке, я иду в покрабинке, ой, какой красивый лес, троугольник, ой, какой, какой красивый лес, ой, на какой ручьёк, дайте я попью. Ой, как мило, как вкусно, пойду-ка дальше, ой, какой ёжик, здравствуй, ёжик. Праздник получился необычайно весёлым, вот только жаль, что артистам даже в такой день пришлось трудиться. Может, в следующий раз благодарным зрителям устроить для них праздничное представление? А что, неплохая идея для реализации которой у нас впереди ещё целый год. Почему-то долгое время в нашей программе мы обходили стороной Рязанский музыкальный театр. Пришло время это исправить, и сегодня мы расскажем о премьерном спектакле, который идёт на его сцене. Уже 12-й сезон подряд Рязанский музыкальный театр радует зрителей своими постановками. Среди них самые разнообразные концерты, музыкальные спектакли для детей и взрослых, и, конечно же, то, чего не увидишь и не услышишь больше нигде в Рязани – оперетты. Директор театра отметила, что публика в нашем городе всегда славилась любовью к музыкальным жанрам, среди которых оперетта занимает особое место, ведь она соединяет в себе и драматическое действие, и музыкальную составляющую. Сейчас у нас в репертуаре и прекрасная оперетта Имра Кальмана «Королева Чардаша». Это классика жанра, можно так сказать. Потом была потрясающая оперетта «Весёлая вдова» Олигара. Это тоже классика. Великолепную оперетту мы ставили два года назад. Это считается в мировой практике. Последняя оперетта классическая и первый европейский мюзикл – это оперетта Абрахама «Бал в Савое». Конечно же, музыкальный театр не смог пройти мимо Штрауса, так что теперь его репертуар пополнила одна из наиболее известных оперетт австрийского композитора – «Цыганский барон». Считается, что именно это произведение, написанное в 1885 году, определило начало новой вехи в развитии оперетты как самостоятельного жанра. Штраус задумывала его как лирическая опера по ему близким венгерским мотивам, с добавлением народной музыки, которая отразилась в мотивах цыганских все же. Но так как либретист и романист, по произведению которого и писалась либретта, договорились, простите за жаргон, но за спиной Штрауса, если продали эту постановку опереточному театру, то пришлось ему корректировать свою музыкальную патитуру и подстраиваться под те условия, в которых он невольно оказался. Но тем не менее, на наш взгляд, что это только дало плюс постановке, потому что соединение драматургии, которая закладывается в оперу, все же, и легкость подачи, обусловленная жанром оперетты, вот это вот соединение и позволило говорить, что цыганский барон – это новая веха именно в развитии оперетты. Работа над постановкой цыганского барона в Рязанском музыкальном театре вылазила на протяжении двух месяцев. Не обошлось и без сложности, ведь жанр оперетты, хотя и называют легким, для артистов является довольно непростым. Сложность в том, что она в себе синтезирует не только драматическое начало, но также и музыкальное, и пластическое. Именно вот эта степень соединения этих всех структурных элементов в единое целое, где один дополняет и развивает другой, готовя площадку для последующего, вот это, наверное, самое сложное. Но именно сочетание музыки, вокала, пластики, хореографии, дополненные словом, создают единство и простоту восприятия постановки. Если же говорить о сюжетной линии, то это произведение о борьбе за любовь и объектуальных в то время подлинных социальных миралистов. По конфликту это противостояние влюбленной пары Шандра Баренкая и Софии, цыганки, ради которой он готов пожертвовать всем своим имением, титулом, верой ради счастья. И между окружающим их обществом, которое не признает их отношения, потому что они из разных слоев общества. Самая первая премьера цыганского барона прошла в Вене в 1885 году и имела оглушительный успех. С тех пор прошло 130 лет, а это произведение до сих пор не сходит со сцен самых известных музыкальных театров. Теперь и у рязанцев есть возможность насладиться этим невероятно ярким действием и узнать, чем же закончилась история любви благородного барона и простой цыганки. Для чего мы обычно посещаем театр? Ну, наверное, для того, чтобы насладиться игрой актеров. В нашем следующем сюжете мы расскажем об актрисе, которая радует рязанского зрителя уже не первое десятилетие. Наверняка лицо этой чудесной, невероятно доброй и талантливой женщины вам знакомо. Если вы хотя бы иногда посещаете Рязанский театр драмы, то просто не могли не видеть ее в многочисленных спектаклях. Это Римма Морозова, которую, пожалуй, смело можно назвать королевой эпизода. Однако, как это ни странно, в детстве и юности, в отличие от большинства девочек, она не мечтала стать актрисой. Я думала, что актрисой должна быть высоченная, длинноногая, красавица, с огромными глазами, с шикарными волосами. Ну, лучше не бывает, думая, какая я актриса. Ну, как-то не думала, училась, училась. И потом стали с подружкой поступать после 10 класса в политехнический институт на теплоэнергетический факультет. Он тогда только открывался, сдала документы, все, иду мимо театрального училища. Я еще не знала, что это театральное училище. Смотрю, объявление висит. Принимается, значит, ага, там прослушивание, басни, стихи, проза. Думаю, так, может попробовать? Прихожу туда в институт, говорю, мне нужен документ. А ну, зачем? Ну, вот я хочу в театральное попробовать. Она говорит, девушка, кто вас потом возьмет? Я говорю, ну, если я не пройду, выжимаю документы. Она говорит, нет, нет, извините, это уже все. А если вы не пройдете? Я говорю, ну, не пройду. Она говорит, ну, видит, перед ней стоит совсем молодая глупышка. Ладно, говорит, давайте ваши документы, если вы не поступите, то, говорит, я вас на вечернее отделение оставлю. А потом через полгода, тогда было такое правило, можно было через полгода перейти на дневное. Вот. Ну, я поступила сразу, с ходу, училась с таким наслаждением, с таким удовольствием. Вот, пожалуй, были самые счастливые дни, самые счастливые годы. По окончании училища Римму Петровну попросили приехать сюда, в Рязанский театр драмы, на роль Кати в спектакле «Чужая женщина». Так и получилось, что Римма Морозова из родного Саратова перебралась в Рязань, где вот уже на протяжении 50 лет играет на сцене одного театра. За это время было сыграно множество ролей, и нелюбимых среди них нет. Ну, я не могу сказать, что вот одна роль лучше другой, мне нравится или больше нравится, чем та, которая была перед этим, или за какой-то период прошло время, я вот эту вот роль бы хотела. Да, они все разные, они все разные. У меня нет роли, за которой можно было бы уцепиться и сказать, вот она, главная роль моей жизни. Нет, такого нет. Мне нравятся все роли, все роли. Чуть меньше, чуть больше. 30 марта Римма Петровна отметила свой юбилей. В отличие от большинства женщин, актриса не избегает этого праздника и считает, что в дне, когда ты родилась, не может быть ничего плохого. Старше – это что, хуже или плоше? Не плоше и не хуже. К сожалению, поздравить актрису лично у нас не получилось, но хотя бы так, через телевизионный эфир. Мы желаем ей как можно дольше радовать своей игрой рязанского зрителя. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова